МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Звучит музыка Я проверяю свою работу так. Я беру работу, выношу ее в лес. Вот я это проверял так. Когда жил в таких местах, где лес, где природа, выношу работу на природу. И сижу. Ну, тоска, конечно, есть, но она и должна быть. И смотрю, если работа с этой природой, как-то естественно у них что-то самое происходит, то тогда ошибки для меня в этой работе не нет. Так. Нет в природе звука, похожего на звук скрипки. Взяв скрипку, невозможно на ней повторить звук природы. Не повторять природу, а добавлять к ней. В мастерскую он вешал работу от пола до потолка. И он и говорил, это моя защита от того, что за окном. Или, например, когда работа получалась, или он входил в состояние вот этой гармонии и равновесия, необходимой для написания работы. Он говорил, что для того, чтобы начать рисовать, я должен себя чувствовать как птица на ветке. То есть свободно и легко. И если он входил в это состояние, а это в первую очередь было связано с живописью, то у него вот буквально, я почему сказала, в физическом смысле защита. У него как бы распрямлялось лицо, а глаза, ну вот в прямом смысле, я редко это вижу, и не только я одна это отмечаю. Они как бы испускали лучи. Вот какое-то сияние. Из дневника Юры Кононенко. Когда прикладываешь к работе теплые ласковые руки, она начинает лечить. Отчего? От терзаний прожитого дня, от увиденного и услышанного. У себя в доме я повесил картины от пола до потолка. Ложусь среди них на бурку, и так спокойно, ровно. Надежда возникает. Когда я смотрел, как он пишет о работе, вот это был такой театр, такое событие, равного которому я ничего не видал. То есть задним числом я нашел такую схему. Может быть, как всякая схема, она оказывается односторонней. Он делал сначала необычайный помощь энергетический сгусток, а потом начинал свою работу портить. Потом возвращался к замазанному слою, соскапливая его. Таким образом оказывалось, что несколько, ну, можно, используя современную терминологию, сказать, что он работал сразу в нескольких слоях, как в компьютере работают фотошопы. И потом накладывал эти слои. И за этот счет работа приобретала необычайную глубину. Вот мы как бы, про баб надо маленько поговорить, но да, да мы. Это было давно, когда мне было 25 лет, опять же в общаге жил, опять же Тараса ПСР, опять же Новосибирский Академгородок. Прихожу я раз к одной даме. Она тоже жила. Она жила это примерно в такой комнатушке, маленько поменьше комнатушка, вот как бы до конца вот этой вот. А в другой комнатушке жил другой человек. Прихожу к ней, говорю, я без тебя жить не могу. Ну, дело такое, молодое. Она говорит, ну, понимаешь, вот не могу, и все, мы так стоим, надо как бы принять самое другое положение. Более горизонтальное. Она говорит, нет. Я второй день хожу, 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 хожу. Нет и все. Ну, понимаешь, ну, вино иногда приносишь. Нет и все. Я говорю, не могу жить, хоть ты вот что делай. Ну, а я в то время уже как бы начинал рисовать. И это был, опять же, те же самые годы в этом городке. Она говорит, а у ней дома не было ничего. Ну, эта самая кровать одна. И все. Ну, как люди жили. Она показывает на это самое сетяну чисто. Говорит, а ты возьми вот на этой самой стене что-нибудь нарисуй. А на стене были... А на стене были... А вот такие наклеены. Я беру акварель. Ну, акварель такая маленькая акварель, которая сами для школьников продавались. Белилица где-то достал тоже немножко и начал рисовать вот эту вещь. Я ее рисовал целых два месяца. Каждый день, утром это приходило, она уходила на работу, я приходил, стоял и рисовал целых два месяца. Нарисовал и говорю, ну, теперь все, говорит. Я говорю, товаря. Вот если бы это ама-дамы все вели себя так, как вот это, то бы весь, то бы в каждом доме была бы ама-на-на-на-на-стенная жилка. У нас самопреподавания нет такого, чтобы ню рисовать, а то, что они рисуют в художественных училищах или в институтах, вот это вот рисование ню, когда, вот знаете, вот они вот берут простой карандаш, ну, у меня нет карандаша, ну, примерно, если это карандаш. Они говорят так, лобок занимает от самой низа самой коленки шесть частей так, две отсюда. И вот они построение на листе. Я этого вынести не мог. Ну, не мог я этого вынести. Я думаю, причем здесь само построение на листе бумаги, дама, которую вообще, мы перед ней дрожали, я говорю про себя, вообще всегда перед дамой дрожал, до сих пор дрожу, по-моему, это не могу. Но вот ощущение, она какие-то движения делает, притом не то, что такие, она что-то какое-то движение делает. И ты это движение замечаешь как бы вот чуть-чуть, и это пытаясь на листе бумаги вот это провести, это движение. Вот ты так, вот так рукой по листу бумаги водишь, водишь, ничего не получается, потом как-то, как-то сам спину распрямляешь, и быстро проводишь какую-то вот эту линию. И она иногда попадает, эта линия попадает. И когда эта линия попадает на лист бумаги, очень самоправильная, наслаждение фантастическое. Есть как бы два способа рисовать, ну, один способ, значит, найти какую-то дадаму, привести к себе, раздеть с нее, и это не урисовать. Но когда она начинает этот дамотекст какой-то говорить, как только она тебе два слова скажет, у тебя руки опускаются, то есть, ты думаешь, зачем это мне все надо вообще? Вот одна была дама, привел к себе, она начала сама рисовать лицо, значит, ну, не получается, я говорю, слушай, я снимаю с себя все, она говорит, зачем снимать все, когда ты рисуешь лицо? Я говорю, снимай, снимай все. Она все сняла, и когда она сняла, у ней на лице, у нее было совершенно другое выражение лица. И вот для меня это на всю жизнь. И вот я вспоминаю, вот у нее прямо все по-другому стало. Это нос, там, это глаза, ватуши, вот это здесь, все здесь, как-то повернуло как-то плечо. И я, значит, сидит ню, а я с нее через 105 рисовал, вот этот лик рисовал. И вот с тех пор я нашел, как бы, свой, как бы, свой тип, это самое лица, вот, я потом его назвал, это свой, а, лик, лик. Но вот именно ню мне, именно ню мне помогло, помогло найти этот тип. Я всегда учитывала, как бы, вот всей своей жизнью, плотью и душой, что живет Юра Кононенко, вот. Я живу в его время. Писал он своих близких и знакомых, которых превращал в лики. Вы понимаете, превратить лицо в лик, это, это может только большой художник. Если художник при прикосновении к листу не верит своей линии, то и зритель будет страдать от какой-то неуверенности. Каждая линия на листе бумаги несет только свою ясность, а не ясность соседней линии. Утром посмотришь, тоска. Значит, заваришь себе чай, да, посидишь вот здесь вот, после самой баньки. И потом берешь листик с самой бумажки, вот, кладешь его с самой на стол, или туда, или сюда, или просто на полу я работаю. И говорю себе, делать все равно нечего. Я имею в виду, делать нечего, это самое для меня. Надо все равно работать. И говорю, ну, давай. Если он не настроил себя, он не начинал работать. Значит, подготовить, подготовить свой инструмент. Вот это замечательное его приготовление чая. Вообще, все, что связано как бы вот с восточной культурой и философией дзен. Мне на протяжении многих лет казалось, что здесь есть какая-то мистификация, что он чуть-чуть шаманец, что он чуть-чуть вокруг себя создает какое-то игровое поле. И был момент поначалу недоверия, но потом это все я понял, что, во-первых, это входит, входит просто в суть. Это является очень искренней верящей основой человека. Тартапырка. КОНЕЦ 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 Хокусай! 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 Вот он объединял людей сразу. Вот это все на этих дачах было видно. Как действительно вокруг него сразу собиралась куча народов. И он организовывал оркестр. Но мой учитель Фаль говорил, что искусство – это ритм. И естественно, что все художники чувством ритма обладают. Значит, он собирал близких к себе людей. И каждому давал какой-нибудь инструмент. Кому-то щетки одежные, кому-то еще что-то. Мне лично досталась банка. Банка, о которой я должна была стучать кистью. И каждому из участников был дан свой собственный ритм. «Если поднять кусок ржавой железяки, на другой стороне ее серые мокрицы медленно переползают друг в друга. Макарит стряхнуть на мокрую землю, железяку принести в номер 27 на четвертый этаж. Там показать ее человеку из города Фрунзе. Человек Георгий постучит по ней сухой деревянной палочкой, быстро найдет ей место среди разных самовольных музыкальных инструментов. Потом скажет, возьми-ка две деревяшки, сыграй вторую долю. На счет раз пропускай, на счет два ударяй. И так до конца. Одну деревяшку помести на левое колено. Правое колено обмотай одеялом. На раз ударяй по одеялу, на два по деревяшке, как метроном. Потом почувствуешь ритм – одеяло не понадобится». Ещё всегда подкупало в Юре вот это потрясающее чувство, ну, однолюбство, что ли, ещё такой верности. Потому что он был удивительно верный человек, и то, что они с Юрой погребничка вот столько лет вместе. Это какая-то, это опять же, это опять вера к своему чувству. Где истина, где мне хорошо. «Скажете девушке, подружке вашей, что я ночей не сплю, не мечтаю, что о всех красавиц она милей и краше, что без неё в душе моей тревоги не унять, очей прекрасной». Я придумываю декорацию, ну, как бы концепт. А потом он уже делает, и там уже всё, как бы, так бы я и не сделал никогда. Но зато он потом и в спектакле участвует. Допустим, там, в Винни-Пухе «Сова должна сделать надпись на банке», да? Вы знаете сюжет. А он как раз сидел на репетиции, он сказал оторвать кусок газеты и приклеить их. Отношение его и моё пространство, оно было просто сходным. Это случай, ну, случай или проведение, я не знаю, что это такое. Он всегда был с карандашом, с фломастером, ну и, конечно, всегда был с вещмешком. В этой вещмешке у него всегда было, всегда было чем трудиться. То есть все его, значит, краски, кисти, это всё у него было в вещмешке. Карандаши, фломастеры, бумага. Играет музыка. 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 Которые думают, что правят ее теченью. Петряка нуждается в них и орошает их, но течет мимо. Могу ли я сказать, что знаю русло, Вышел из истока и достигну моря. Меня самого несет дырявая лодка с разбитым рулем. Я помню нашу последнюю встречу, когда он мне демонстрировал сауну, сделанную из электрического чайника, какого-то мешка, каких-то трубок. И он с восторгом разделся голый, залез в эту сауну. Он был такой изобретатель, но не просто изобретатель. Он как бы все эти субстанции погружался. Он начинал немножко раньше, чем обычно начинает художник определенного жанра. Живописец начинает с этой точки. Или скульптор с этой точки, график с этой точки. А он начинал так, как, наверное, начинал Леонардо или Микеланджело. Не надо бояться этих слов. Я их употребляю в том смысле, что он был художник возрожденческого плана. То есть художник, который подвергает сомнению самые основы и начинает как бы с самого начала изобретать, изобретать. И это, ну, для профессионала это видно и в его живописи, и в его театре, и в предметах, которые вот здесь вы видите во всем. Окусай! Тартапырка, бзух лох! Тартапырка, бзух лох! Окусай! 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...